Всем привет, дорогие друзья! С вами канал GadgetMoney. Это новое видео и мы начинаем. Поехали! Вы видите, вокруг очень много старинных гаджетов. С этого начиналась наша маленькая история об использовании мобильных телефонов более чем 10 лет назад. И это видео называется «Плюсы смартфона Redmi Note 3 Pro». И в частности мы поговорим о работе камеры. И, конечно же, безусловный плюс – это его батарейка 4100 мАч. Внешний вид, как себя будет вести, оперативная память, экран. В общем, много таких нюансов. Но хотелось бы обратить ваше внимание на то, что в 2016 году это уже, как сказать правильно, некий такой нюанс, который не каждая компания позволяющая сделать для пользователя. Вспомним, что если посмотреть на все эти смартфоны, сколько вам их хватало, потому что насколько по времени в эксплуатации вам их хватало, потому что они умели только звонить, может быть, иногда выходить с помощью какого-то 2G ваб-соединения в интернет и посылать смс-ки. Больше они ничего не умели. Был встроенный звонок полифонический, был вибромоторчик и всё. И смартфон в среднем держался от 2 до 5, может быть, некоторые использовали даже до 7 дней использования. В современных смартфонов это некий порог, который в один рабочий день, то есть от заката до рассвета, либо на ворот от рассвета до заката, и больше не может переплюнуть. Большинство смартфонов, то есть больше 80% не может переплюнуть данный порог, если этот смартфон не ориентирован, именно не позиционирует себя, как смартфон со встроенной батарейкой на 4, 6, 10 тысяч миллиампер часов. Тут же среднебюджетное устройство Redmi 3 Pro с батарейкой, как я понимаю, 4100 мАч. Меня, если честно, очень сильно поразила данная батарейка, вместе с немножко косячным ПО, потому что минимум в последних версиях, по крайней мере, с которыми я сталкивался, ведут себя не совсем хорошо, то есть я испытываю какие-то проблемы при использовании данной прошивки. Но батарейка показала себя наилучшим образом, из чего мы можем сделать выводы, что она действительно сделана из качественных материалов. Время работы достигало до 9 часов в активном использовании. 9 часов работы экрана подчеркивают очень-очень хороший результат, потому что на этом смартфоне делали все, кроме игр, конечно же, за исключением игр, потому что с играми смартфон продержится порядка 3-3,5 часов, но не сможете вы так долго играть в современные игрушки с помощью данного смартфона, по одной простой причине, что он сильно греется при производительных задачах. Поэтому, еще раз повторюсь, батарейка здесь уникальная, разряжается, заряжается она очень-очень хорошо, то есть у нее есть функция быстрой зарядки, там разряд практически отсутствует, то есть на ночь она теряет 1-3% емкости при включенном сотовой передаче данных, при включенном Wi-Fi и в режиме, скажем так, сна. Хотелось бы поговорить насчет камер. Камер в этом смартфоне две штуки, как и во всех современных устройствах. Это передняя камера и задняя камера. Задний модуль у нас на 13 Мп с апертурой NF2.0. Присутствуют возможности съемки HDR, панорамой, фазовый автофокус, тач-фокус. Все здесь присутствует, и она делает, в принципе, неплохие снимки. Камера очень сильно тоже порадовала, учитывая стоимость данного смартфона, порядка там 160-150 долларов. Это просто суперрезультат, и вы сейчас сможете полюбоваться теми снимками, которые были сделаны в разных режимах. И макросъемка, опять же, с использованием HDR, без использования HDR, опять же, в плохом освещении. Даже днем бывает плохое освещение, когда пасмурная погода. И в целом, работой камеры я остался доволен. Это одна из лучших камер, не побоюсь этого слова, в бюджетных устройствах. И тут компания Xiaomi не поскупилась на модуль. Я не знаю, от какого она производителя. Может быть, от Sony, как сейчас любят все, скажем так, выражаться, что у нас камера от Sony. Это круто. Не знаю, чья камера, но модуль работает очень-очень хорошо. Фокусируется быстро, щелкает быстро. То есть, она скорострельная, и никаких претензий у меня по задней камере нет. По передней камере немножко все попроще. Это модуль на 5 Мп с апертурой, точнее, F2.2. Имеют обе камеры возможность снимать Full HD видео в 30 кадров в секунду. Опять же, по видосам, конечно же, в ультрабюджетных, бюджетных и среднебюджетных устройствах. Видео записывать можно. У вас останутся на память какие-то моменты, какие-то ролики. Но ожидать супер качественной картинки не стоит. По одной простой причине, что вы получаете ровно столько, за сколько заплатили. Поэтому передняя камера по фотографиям выдает неплохие результаты. Есть, конечно же, функция улучшалки лица. Вы можете убрать все свои неровности, прыщи и так далее, если вы используете смартфон в качестве селфи какого-то аппарата. И вообще, конечно же, подытоживая работу камер, это, безусловно, один из лучших, не побоюсь опять этого слова, результат на среднебюджетных смартфонах 2016 года. Пока еще не тестировали смартфоны от компании Meizu. Говорят, что там камера немножко похуже. Опять же, пишите в комментариях, как думаете вы, где камера лучше. В Xiaomi Redmi 3 Pro, либо в Meizu Note 3. Нам очень будет интересно почитать, выслушать ваше мнение и вообще порассуждать на эту тему. Большое спасибо, что посмотрели данное видео до конца. Обязательно подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Все полезные ссылки, как всегда, в описании. Также будет ссылочка на выгодное предложение по приобретению данного смартфона в интернет-магазинах Китая, в том числе на Алиэкспрессе. Но для того, чтобы сэкономить при покупках в этих интернет-магазинах, мы советуем вам пользоваться нашим купонным сайтом gadgetmania.ru для того, чтобы экономить на покупках в интернете. Там вы действительно найдете интересные купоны, акции, скидки, распродажи. В общем, опять же, ссылочки в описании. Пройдите, может быть, что-нибудь, кто-нибудь для вас интересное там и найдет. Всем спасибо за внимание и совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока. Для тех, кто покупает в интернете и хочет экономить свои деньги, мы представляем вашему вниманию новый полезный ресурс gadgetmania.ru. Все скидки и купоны собраны для вашего удобства в одном месте. gadgetmania.ru. Экономим деньги вместе.